Понятно, что такой вопрос меня удивил. Я даже сначала как-то не очень поверил, когда его прочел. Но потом я подумал, во-первых, сам вопрос может быть такой. Действительно, есть люди. Собственно говоря, я сам такой. Может быть, это породило тоже вопрос. Потому что люди, может, услышали, в конце концов, ученики, есть и это, меня знают многие люди. Они знают, что у меня нет своего автомобиля. Поэтому спросили, наверное, меня, почему. Опять же, история простейшая. Алия в Израиль. Я имел права на, у меня были водительские права, я имел права на льготную покупку автомобиля. Тогда он относительно недорогой. Это раз в жизни дается такое право. Использовал, больше покупаешь уже на общих основаниях. Но те, кто приезжают в Израиль, имеют право купить автомобиль относительно, ну, по международной цене, без всяких надбавок. Что, в общем, как есть, так есть. Я мог бы купить. Но вот что произошло? Я просто посчитал. Это деньги для меня были. Приехали в страну без денег, без ничего. Были немалые. Но все равно мог бы постараться, как говорится, и через год, два, три, при бывании в Израиле, купить автомобиль. Конечно, мог бы. Но я подумал, сколько стоит автомобиль, сколько стоит бензин, сколько стоят всякие усушки, утруски. В конце концов, автомобиль примерно за 10 лет приходит в состояние, когда лучше его поменять. Или раньше даже. Но за 10 лет лучше поменять автомобиль. Значит, нужно купить новый. А новый, это нужно все эти первые 10 лет копить деньги на то, чтобы потом купить автомобиль. Потом опять через 10 лет следующий автомобиль. То есть ты закладываешь в автомобиль уже покупку следующего автомобиля. Это определенные суммы денег. Я не говорю, что они большие или такие невозможные. Но это некая сумма денег. Автомобиль стоит, как говорится, до того, как ты выйдешь за пределы твоего двора, общественного и личного, со стоянки. Ты из гаража. Ты еще не выехал, автомобиль стоит, допустим, я просто так говорю, 3000 шекелей в месяц. Без поездок, без ничего. Поездки это бензин и прочее. Время, и что для меня важно, забота, думать, стоянка и прочие-прочие, ремонты. Это отвлекает от изучения и преподавания Торы. Поэтому я подумал так. Сколько можно продержаться, то даже если иногда ездить на такси, такси это дорого, это, конечно, дорого. Но если это делать не все время, а ездить на такси и все правильно посчитать, это будет не дороже, чем вот эти там 5000 в месяц шекелей, которые стоит твой автомобиль. 4-5 тысяч. Эти вот 4000, 3000 шекелей, если ты на такси потратишь, ты уложишься в эти же деньги. Зато не будет проблем со стоянкой, с ремонтом, ни с чем. Но есть и минусы, они тоже очевидны. Это есть удобство в личном автомобиле. Приехать, доехать. И особенно, если ты должен ездить часто в другой город, что в Израиле случается со многими, тогда, конечно, никакие такси не помогут. Но тогда нам поможет общественный транспорт, автобусы. Что в Израиле более-менее с этим неплохо. Плюс сейчас уже еще лучше стало железные дороги. Хорошо. И тогда поездка в другой город займет час-два. Так я в Москве жил, у меня не было транспорта там своего, но метро и прочее. Я каждый день ездил в метро час-два. И сидел, и читал, и изучал Тору и прочее, и прочее. Прямо в метро. Что было само по себе тоже интересным явлением. В советские времена Брежнева и Андропова я сидел в метро и изучал Тору. Иногда были какие-то отклики. Заинтересованность. Было, ну правда, всегда положительное. На самом деле. Так что я в Москве так жил 10 лет, изучал Тору в метро. И время не тратил, соответственно. И здесь тоже можно в автобусе, в поезде, время не тратишь, тебя везут. Тоже можно. Иногда меня товарищ подвозят, если я на урок езжу. Я с ним имею удовольствие поговорить по дороге. И тоже это не трата времени. Так что есть плюсы, есть минусы. Я, безусловно, не дам никому совет, что делать. Я просто рассказал, какие мои мысли были. Но главная мысль была совершенно не о расходах финансовых. Не о бензине, не деньгах, не автомобиле, ничего. Моя главная мысль, вот это, к этому подошел сейчас. Главная, моя мысль. Это было то, что каждый арба-амот на иврите называется. То есть каждый 2-3 метра, который ты прошел пешком по земле Израиля, это большая заслуга. Прошел 2-3 метра, заслуга. Еще заслуга. Прошел пешком из пункта А в пункт Б, 20 минут, 30 минут, час, полтора часа, заслуга. Конечно, в мире много разных возможностей иметь заслуги. Мы говорим о духовной шерсти. Безусловно. Но я совсем не уверен, что у меня такие большие заслуги. Я серьезно шерсти говорю. Я не уверен, что я действительно могу смотреть на себя как человека заслуженного и так далее. И тут и сдают возможность. В кавычках, немножко с улыбкой говорю. Бесплатная. Не надо платить за это. Идти пешком, ходить пешком по стране Израиля. Конечно, разумно, я понимаю, в пределах двух километров, трех километров. А дальше, опять же, транспорт или что-то такое. Но я знаю, что если есть автомобиль свой, так устроен мир. Это понятно. Ты чаще всего будешь, даже короткая поездка, у тебя будет, выходишь, сел в автомобиль, проехал, и все. Так живут люди. Получается, я лишаю себя вот этой заслуги, которая так важна. Может, у меня больше даже нет заслуг. Так хотя бы это будет. Если кто-то скажет, что это смешно, то, что я рассказываю, я даже не буду спорить. Может быть, это действительно выглядит смешно. Но я вам рассказал, как есть. Это был мой ход мысли. Чтобы хоть какие-то заслуги иметь. Хоть что-то сделать духовное. И так далее, и тому подобное. Ну вот, пожалуй, все, что можно, я рассказал вам на эту тему. И сами уже выбирайте, что делать. И в конце концов, не в этом дело. Автомобиль, транспорт или пешком. Надо просить Всевышнего, чтобы был разум идти в правильном направлении. Ставить правильные цели. Из пункта А в пункт Б. Чтобы был смысл перейти из А в пункт Б. Вот об этом надо тоже надо думать. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok